Основу физики абстракции, упрощения, рассмотрим невесомый стержень, на концах которого расположены две одинаковые массы. m1 равно m2. Как надо поставить эту нашу конструкцию на призму, чтобы она находилась в равновесии? Очевидно, что расстояние от грузов до призмы должно быть одинаковое. Если мы увеличим одну из масс в два раза, нам придется исправить положение. При этом расстояние до большей массы, d1, будет в два раза меньше, чем d2. Однородный толстый стержень. Центр масс находится посредине. Расстояние до концов стержня от центра масс одинаково. Рассмотрим конструкцию из двух жестко скрепленных стержней. В вертикальном центре масс находится посреди стержня. У горизонтального то же самое. Если мы соберем всю массу в точки, которые называются центрами масс, то мы можем легко определить центр масс всей конструкции. Он будет находиться посреди показанного отрезка. И теперь соорудим из нашей конструкции щетку, какой-то аналог. Равновесие будет находиться, если мы подставим призму под центр масс. И вопрос простой. Надо ответить на такой вопрос. В каком из овалов, в зеленом или фиолетовом, находится большая часть нашей конструкции? Если мы распилим в точке, соответствующей центру масс, нашу конструкцию на две части, какая из частей будет весить больше? Левая или правая? Совершенно очевидно, что в правой у нас, кроме целого вертикального стержня, находится еще и кусочек горизонтального овала. А в зеленый овал попал даже не весь горизонтальный стержень. Редактор субтитров А.Семкин